Начиная с данного видео, мы будем погружаться в довольно интересные элементы архитектуры построения децентрализованных сетей. А именно разберемся в том, как Proof of Work и Proof of Stake, а в дальнейшем NPOS, DPOS обеспечивают безопасность и пропускную способность в децентрализованных сетях. Разберемся в принципах и стимулах, с помощью которых майнеры или же валидаторы, если говорим о переходе от Proof of Work и Proof of Stake, участвуют в том, что заложено в протоколе. А на выходе разберемся в довольно непростой по своей архитектуре, но являющейся интересной и реализованной уже на практике нашей командой схеме Shared Security плюс Staking. Чтобы понять, почему здесь появился вопрос в этой связке, как раз-таки нужно будет разобраться в специфике того, как образуется Shared Security. Почему по умолчанию нам не нужен Proof of Stake? В каких случаях вообще стейкинг-механизмы могут присутствовать в парачейнах с точки зрения Polkadot? А если выйти на уровень абстракции, потому что Polkadot будет не единственным в своем проявлении слоем нулевого уровня Layer Zero. Это будет, в общем, интересно посмотреть на более сложные архитектурные решения, связанные с одной из популярных на сегодняшний день сетей. Но для начала нам нужно будет вернуться к истокам, посмотреть на то, как устроен Proof of Work с точки зрения обеспечения стабильности пропускной способности Bitcoin City и, в принципе, не сильно отличающейся Ethereum, но о специфике все-таки отличия я скажу. Итак, представим, что у нас с вами есть обычная стандартная последовательность из трех блоков в сети Bitcoin или Ethereum. И, как часто можно заметить, слово Proof of Work что-то значит при рассмотрении побочно работоспособности Bitcoin City. Что же значит Proof of Work, помимо того, что это доказательство выполненной работы? Обычно мы говорим, что Proof of Work обеспечивает безопасность Bitcoin City за счет того, что туда подключены большие вычислительные мощности и тратится очень много энергии, что является скорее побочным эффектом. Но уже существуют некоторые гипотезы, взгляды. Мне не нравится, что сам объем потребляемой энергии, он что-то значит все-таки с точки зрения безопасности тоже. Вернемся все-таки к защите как раз-таки вычислениями. В общем и целом, да, Proof of Work дает нам защиту от того, чтобы цепочка блоков не была перестроена на N плюс первом блоке, откатившись назад и сделав какой-то форк обратную линию. Потому что вам необходимо проделать намного больше работы, чем нежели приложить свои вычислительные мощности, чтобы попробовать продолжить следующий блок. Одна из явных особенностей Proof of Work, которую мы можем заметить и как-то выделить для себя на минус первом уровне уже погружения вглубь того, как работает Proof of Work в Bitcoin City, это особенность, связанная с вознаграждением за блок. И из этой особенности мы сделаем с вами дальнейшую цепочку рассуждений вплоть до финального обсуждения Shared Security и применения стейкинг-механизмов. А именно, майнер, пытаясь найти то самое значение больше некоторого уровня сложности вычислительной, гонится за наградой за блок. То есть, каждый блок у нас имеет определенную фиксированную награду, которая появляется из эмиссии сети. Если мы будем использовать терминологию на английском языке, то инфляцию. Два-три года назад был на некоторых митапах, связанных с представлением алгоритмов эмиссии в различных децентрализованных сетях. И встречал довольно прикольную волну негодования со стороны слушателей, когда на слайдах появлялся термин «инфляция» вместо эмиссии. Я сам придерживаюсь понятия «эмиссия», но когда начинаешь гуглить на английском языке «эмиссия» и пытаешься разобраться в словаре «финтеха» на английском, то замечаешь интересный и примечательный факт, что «эмиссия» скорее в английском языке плотно относится к чему-то не из «финтеха», даже, может быть, больше про карбоновую эру и прочие истории, чем нежели привязанная к появлению новых денег. Поэтому, когда приезжает стартап из какой-то другой страны и рассказывает на русском, то возникает ситуация, что показана инфляция, а народ в недоумении, особенно экономист о том, почему вы называете инфляцию, инфляцию и эмиссию средств. Инфляция, конечно же, это производный результирующий эффект, и тут можно много отдельно поговорить, в каких случаях все-таки появляется инфляция, при росте средств, каких нет, но не нужно здесь сильно быть строгим. Инфляция или же эмиссия на русском языке в целом эквивалентны, когда мы смотрим на различные протоколы консенсуса, презентации, связанные с криптовалютами, децентрализованными сетями. Так сложилось. Майнер получает вознаграждение за блок, которое формируется из эмиссии новых токенов, или же по-другому из годовой инфляции сети, предсказуемой и алгоритмической. Что здесь отдельно стоит подметить? Комиссии, которые платят пользователи биткоин-сети для того, чтобы их транзакция была включена в блок, никаким образом на уровне протокола не имеют, так скажем, якоря, не могут быть гарантированно предложены майнеру так, чтобы он от них при генерации блока не отказался. Майнер может вообще выпускать пустые блоки. Подумайте об этой особенности, потому что она перенаверно определит некоторые в голове блок-схемы устройства такой сети, как биткоин. В том смысле, что майнер получает свои 12,5 биткоинов, 6.25, 3.125. В итоге может еще получить некоторые комиссию за транзакции в блоке. Комиссии, как мы уже с вами сейчас разобрали, базируются от того, готов ли майнер в блок принять транзакции от пользователей. Но фактически то, зачем гонится майнер, это в первую очередь эмиссия сети. Это новые напечатанные токены. Да, кривая в биткоине построена таким образом, и как раз таки это очевидно можно увидеть. То, что у Сатоши была мысль, что в начале, и очень, конечно, это сильная идея для тех времен, что в начале сеть нужно поддерживать с точки зрения производства блоков эмиссионной составляющей, переходить к комиссионной. Поэтому награда за блок уменьшается, комиссионные вроде должны увеличиться из-за популярности сети. Посмотрите, что соотношение эмиссии к комиссии, она не эквивалентна. Тот уровень вычислительных мощностей, задействованных в обеспечении безопасности биткоин-сети, никаким образом не может быть обеспечен комиссионными на сегодняшний день. И существует много предположений, что эмиссия, как закладывал Сатоши для периода, так скажем, становления сети, а потом все будет работать за комиссионной, пересматривается в сторону того, что монеты теряются, в сети много пыли появляется и вообще появление новых монет это хорошо, пускай как золотом тот, кто добывает, тот и получает их на рынок, потому что прирост не такой уж существенный, чтобы растущая экономика не съела эти новые монеты. Заодно мы получаем гипертрофированный или выкрученный на полную показатель безопасности сети. Что можно сейчас как раз таки представить, чтобы понять эффект главной с точки зрения гарантированной пропускной способности сети биткоин? Погоня за наградой в виде новых токенов позволяет не ждать, пока наберется достаточное количество комиссии, чтобы майнеру было выгодно потратить данные вычислительные мощности. То есть представьте ситуацию, что сеть имеет те же самые показатели защиты и у нас нет награды за блок. И сидит майнер, вычисляет и, например, даже вычислил значение, и блок в сеть не распространяет. Не распространяет, потому что не накоплено достаточное количество награды, чтобы покрыть его расходы. И от этого мы можем с вами построить вот такую связь. ProfiWork фактически участвует через механизм вознаграждения новыми токенами в гарантии пропускной способности. В гарантии того, что блоки всегда будут производиться с заданным показателем времени. Что, конечно же, иногда бывает, ты можешь отправить транзакцию, и так уж случилось, что блок в сети биткоин будет 40 минут добываться. Но потом, я думаю, вы замечали, раз, два, три может вылететь новый блок. И, соответственно, на длинной, на 30-дневном графике время генерации блоков стремится примерно к понятным показателям. Вот в этом заключается очень важная особенность ProfiWork с точки зрения не просто обеспечения безопасности сети в целом вычислительными мощностями, не позволяющими после N плюс первого блока откатиться назад и пересчитать по другому цепочку. А то, что ProfiWork за счет алгоритма эмиссии новых монет позволяет сохранить заложенную в протоколе продолжительность сбора новых транзакций. Окошко на сбор новых транзакций, их поселение становится предсказуемыми в каком-то вероятностном представлении от 5 до 15 минут. Вот максимум ожидаю 1 час, а иногда повезет, и если мне нужно 3 подтверждения, то я могу подождать блок, конечно, и 40 минут, а потом 2 подтверждения прилетят в течение 5-10 минут. Такая картина представлений о биткоин для пользователя обеспечивается тем же самым ProfiWork, но вот по такой схеме, что ProfiWork явно влияет на то, чтобы сохранять время генерации блоков и по-другому гарантировать пропускную способность сети. В период выпуска блоков его сохранение в одних и тех же показателях дает нам предсказуемую пропускную способность сети. Примечательный факт относительно эфириума в текущем его виде, это тоже ProfiWork сеть, абсолютно так же, ничего практически не меняется с точки зрения рассматриваемого сегодняшнего вопроса между биткоином и эфириумом, кроме, наверное, одной особенности. Это то, что в эфириуме, как уже компьютере, а не реестре транзакций, более сложная механика определения комиссионных. То есть, если в биткоине каждая транзакция понятно, сколько стоит вычислительных мощностей для сети, то и комиссионные там только за приоритетность. В эфириуме разные транзакции могут существенно отличаться от соседней. То есть, одна транзакция может быть на перевод токенов в 22 тысячи газа, а другая на создание контракта, который будет полтора миллиона газа занимать в блоке. На что это влияет? В 2017-2018 году я наблюдал интересную ситуацию, когда была одна из, наверное, первых серьезных гонок за газ. Сработала специфика, что отправляя транзакцию, вы указываете газлимит. Дело в том, что в рамках этого газлимита на майнере будут выполняться вычисления. И если ваш газлимит меньше, чем требуется газа на вычисление вашей транзакции, то с вас снимут комиссию за весь объем газа в пределах лимита, но транзакция будет реверт, потому что там свойство атомарности, не позволит вам частично выполнить изменения в чене, а откатит все. И этот же механизм заработает в обратную ситуацию. Вы можете указать газлимит больше, чем требуется. И, соответственно, если транзакция съест поменьше газа, то и заплатите вы поменьше. Просто вы показателям газлимита намекаете майнеру о том, сколько вы займете в гипотетическом блоке, который еще до конца не сформировал. И от этого свойства были интересные ситуации. Например, в 2015-2016 году расчет газлимита работал совсем ужасно. Я помню, что иногда доходило до того, что пофиг, 500 тысяч газа поставлю, газлимит, и пусть транзакция 120 тысяч съедает, ничего страшного. Когда же блоки стали наполняться во время первой гонки за весь газ в эфириуме, майнеры транзакции с газлимитом высоким просто по наблюдениям не пускали в пул. Ну, точнее, они их не пускали в блок, может быть, где-то в пуле в отдельном они лежали. Потому что была вероятность того, что вы можете указать, например, газ 4 миллиона, а потратить 1 миллион газа. И тысяча транзакций, пару сотен транзакций, правда, простые трансферы не пройдут в данном блоке. Потому что пришел один жирный пользователь и съел в этом блоке 70% пропускной способности. Это был наблюдаемый факт, было очень интересно увидеть, как работает как раз раскладка. Блоки продолжали формироваться в заданные внутри протокола и защищенные с помощью Proof of Work условия, потому что была эмиссия-инфляция. Работа с комиссионными как раз-таки предсказуемо попала в то правило, что протокол не ограничивает того, кто создает блоки, от выбора из мем-пула транзакций. Если на биткоине тебе, в принципе, главное отсортировать по величине комиссионных, то в эфириуме оказалось, что еще значим и объем лимита газа, который указывает пользователь. Что чем больше по вычислениям запрашиваемым ваша транзакция в эфириуме, тем меньше у вас шансов попасть в блок. Что будет, если мы перейдем от Proof of Work к Proof of Stake? Нас ждет в эфириуме практически чистый Proof of Stake, без номинаций так таковых. Поэтому мне отдельно интересно, вообще эфир 2.0 остается на моих радарах, и я слежу насколько могу. Да и это не так сложно, если честно. Он интересен, интересен тем, что там будет довольно плоская схема Proof of Stake. И, в общем, я думаю, вы сами читаете понемножку, а кто не читает, все равно советую. Эфир 2.0 это интересно. Но вернемся к фундаментальной части. Proof of Stake. Что будет, если мы заменим в Proof of Work на Proof of Stake? С точки зрения сегодняшнего вопроса ничего не изменится. Да, это другой способ. Уже не доказательство выполненной работы, а доказательство владения долей. Но принципиальная схема, что те участники, кто обеспечивают безопасность сети, также получают эмиссию. Комиссия является для них стимулом включить конкретно вашу транзакцию в блок. И аналогичным образом, как и Proof of Work, Proof of Stake гарантирует определенную пропускную способность. Первые Proof of Stake сети, они появились даже раньше, чем Ethereum был создан в 2015 году. Но все они были под разным уровнем атак, они были не сильно популярны. И, наверное, все-таки рассвет Proof of Stake сетей происходит прямо сейчас. Основное смещение – это так сформулированная проблема атаки ничего в стейке. Потому что, например, возьмем ASIC, он может работать с тремя-четырьмя сетями. Если мне сейчас выгодно переключить ASIC на четвертую сеть и, например, ее пересчитать в своих интересах, и я могу это сделать, я просто переключаю свои мощности с биткоина на аналогичную сеть по алгоритму поддержания Proof of Work, перестраиваю атакую сеть, забираю монеты и возвращаюсь уже поддерживать по-честному безопасность биткоина. Вот это вот ничего в стейке позволяет использовать вычислительные мощности в Proof of Work для атак, когда это можно, это такая получается мутация защитника в того, кто атакует сеть. В Proof of Stake у тебя большая доля владения сетью, и ты понимаешь, что атака на сеть тебе точно будет менее выгодна. И интересно, если, я не знаю, вы хотите просто захватить эту сеть, а не получить долю ее капитализации на какой-то хакерский аккаунт. Быстро подводим вывод. Инфляция тождественна, эмиссия в рассматриваемом сценарии вознаграждает участников Proof of Work или Proof of Stake. Комиссионные являются исключительно стимулом для того, чтобы включить вашу транзакцию, и здесь не все так просто, как могло бы показаться. И помимо того, что мы имеем абстрактное объяснение, что Proof of Work и Proof of Stake это способы защиты сети, в одном случае вычислительными мощностями и затрачиваемой электроэнергией, во втором случае капитализация сети. Эффектом на сеть, также заложенным в протоколе, является сохранение со стороны валидаторов или майнеров курса на гарантию определенной предсказуемой пропускной способности. Это наш с вами подвывод. Здесь можно маленькое сразу сделать домашнее задание. Почитайте побольше про Proof of Work и Proof of Stake, чтобы просто освежить свои знания. А мы движемся к N-POS и D-POS. Это будет вторая часть нашей сегодняшней лекции, а дальше уже перейдем в более еще глубокий, на минус второй, так же так скажем. Сейчас мы еще лишь запишем вот вторую часть этой лекции, и все. Еще 30 минут? Нет, не 30. А там сколько получилось? Тут еще минут 7. Давай тогда остановим, можно это выложить. Окей. Точно? Да.